Здравствуйте дорогие зрители, с вами Андрей Ильи Жейной и вот наступила годовщина реверса. Да-да-да-да, ну хотя конечно, как показывает игра по достижениям, где тут они, я заходил 331 день, не 365, ну или просто еще до настоящего дня рождения 30.дней, но патч-то продлится дней 40, поэтому уже празднуем сейчас. И если вы играли в реверсы и забросили, то сейчас самое время хотя бы просто зайти, потому что вот эту красавицу Сэм Эльвейс, она стала вампиром, и ее нам просто на халяву подарили, просто заходишь и ты ее получаешь. Да, вот Сэм Эльвейс, 40 дней, просто заходишь и получаешь 6-звездочного персонажа, прекрасно. Путь в будущее, получаешь, заходишь 10 зайцев для того, чтобы покрутить Люси. Киборг-убийца, как это можно вообще не соблазниться? Лимитированный персонаж, который можно выбить возможно только сейчас, ну либо наверное через годик, кто знает. Нет, Матильду дарят, то есть второй, наконец-таки портретик ее. Зайцы, как обычно, за то, что ты заходишь. Пепел, смотрите, как этот пепел получать. Видите вот этот значок? В диких территориях. Значит там они порылись, наши критеры, надо их искать. Надо их искать и найти уничтожить. Но главная цель сегодня, мы будем крутить Люсю, да. Так что оставайтесь с нами, не разбегайтесь. Это будет коротенькое видео или быстренькое, я не знаю. Если я загружу быстрее, вон они скачут. Так, Полянхал. Нажимаем, забираем какую-то случайную плюшечку. Тут у меня 11 персонажей замоксированных, но мне как-то лень даже менять и расставлять. Надо 7 львейс поставить заново. И, кстати, по поводу всяких разных штук событийных. Ящик за 30 долларов, правда, это 3000 рублей, если так вот просто покупать. 10 зайцев, которые, если их по рынку смотреть, это как 10 долларов. То и коробочка, типа 20 долларов остается. Но эта коробочка, можно получить практически, ну вот, список персонажей на выбор. То есть берешь до 31 октября и открываешь там. Собитик, Рыцарь, Регулус, Войджер, Этюнити, Друвис, Лилия, Аннолит, Центурион, Медицинский карман этот, Мисс Нью Бэвилл, Милане, Пикклс, Зубная Фея, Зубная Фея, Джессика, Шаман, Кала, Буана, 37, 6, Патадея, Эзер, Гитян, Шемельвейс. У нас чудесных, куча миллиона крутых персонажей, Шестерка, Зубная Фея, вот, если у вас кого-то из них нет, то вот, как говорится, выбор очевиден. 37 хорошая, Джессика прекрасная, хотя, конечно, в будущем у нас планируется много-много всяких персонажей, связанных с растением. И Гитян, который тоже для Люси подходит, потому что он реальный урон там очень жестко усиливает. Все персонажи, они хороши, но, конечно, вы можете просто выбрать того, которого вам хочется и не думать. Но, опять же, это все необязательно. Я, если уж вы хотите деньги платить, вот, подписочку, там, 500 рублей в месяц, получаешь 3000, плюс 300 вот этих валютных кристаллов. Как я считаю, 3 месяца прогулял, наплатил, вот, накопил, и можно уже себе позволить. И, кстати говоря, про кучу, кучу разных скинов. Вы посмотрите, какой уникальный скин Регулус. Тут прям, мне уж прям мультик зарисовали. Такое альтернативное будущее. Если бы не было шторма, как бы наши главные герои жили весело и счастливо. Она была бы покорителем небес. Но и стоит это, конечно, 1680, ну, либо полторы тысячи, если покупать напрямую. Джессика, вы просто посмотрите, милейший скинчик. Что иллюстрация, что скинчик. Вот, вояджер тоже очень милашка-милашкой. Там, на зайце таком гигантском. Блин, вот, ее бы взять, но тоже вопрос. Потому что в будущем там для Изольды скин... Хм, Диггерс выглядит невероятно крутым в этом плане. То есть, обычно он меня не особо впечатлил по его истории. Ну, такой хиппи-хиппи, веселый. А вот тут прям в стиле Манус Индикейт... Крепота-крепотой. Ну, Пикклс, он просто милашный песик. Как его ни назови, он просто милашный песик. Теннет. Красавица. Икс. Тоже маньяк такой страшный. Красавец. Центурион. Она была бы прекрасна. Но ее у меня нет. Регулс. Вот этот мне не особо нравится. Скин. Ну, хотя он такой тоже миленький. Но... Ну, вот, конечно... Лилия. Лилия с ее божественным. И Собиди. Ну, вот Собиди, возможно, тоже слабенький. И вот Лилия это самый лучший скин, который у меня есть. За который я не жалел. Так что... Обращайте внимание. Следите за тем, что вы покупаете. Давайте, может быть, еще Судья зайдем. Может быть, нам трейлер какой-нибудь покажут. Максимальную эпичность. Мы, конечно, историю проходим. И как минимум 10 роликов вас уже ждет. По главной... Ну, не по главной, что ли. По рояшкам. То есть я все истории прошел по рояшкам. Так что не переживайте. Они выйдут. А затем я начну проходить основную историю. И я не помню. И я не могу помнить. Все вещи я хочу сделать. Они берут мою жизнь. Продолжение следует... Центр Лапласа. А вот и Люси. Зачем киборгу? Надо как рыбокоп, так шип втыкаешь и проходишь. Если хочешь проверить прогресс, никакого прогресса нет. Я боюсь, вы уйдете разочарованы, мадам Люси. Пошли это всем. Это что это? Лауна. Мы надо со всеми поделиться. Пошли другому и тому счастлив. Лауна-Циркло. Что? Вот нифига себе, вот что ты делаешь, когда спаунишь. Что такое? Ритуал не правильный. Ничего себе, ритуал неправильный. Человеку просто распылило. Как Аня. Которая тоже там в своей истории должна быть. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ух, как хорошо. Аж мурашки проходят. Или у меня просто холодно в доме. Главная история. 37 дней. Всякие там покупки. Что это такое? Заходить. Серия там 22 часа. Эх, куча, куча разных. Ну и главная история, конечно. Но это все будем проходить потом. А сейчас, наконец-таки мы будем делать то, ради чего, наверное, вы все собрались и 8 минут ждете. А именно призыв Люси. Так, сколько у меня зайцев? 78. У меня есть немножечко, конечно, побольше. 51. Потратим этих зайцев. Хотелось бы 200 зайцев иметь. Но в течение этих 40 дней, говорят, что можно около сотни зайцев получить. А мне надо всего лишь 71. Чтобы набрать 200 и за магазинчики, за вот эти вот, купить еще один на портрете Клюси. Шамель Вейс. А в чем смысл этого, вот этого? Так, среди перманентный, так. А, это просто обычный баннер? Да, это обычный баннер. Просто картинку поменяли, чтобы нас соблазнять. Ну, типа, вот здесь Шамель Вейс добавили в основу теперь. Если нам не повезет на Люси, может быть, Шамель Вейс выходит. То есть, прекрасно все. Ну, Миланя, шестой, Спатадея. Да, они красивые. Ну, помните, что вот это... Они попадают в баннер через три там патча, а вот Люси уже в баннер не попадет. Так, ну, у нас есть один десятка халявная, так что давайте, может быть, одной десяткой мы и обойдемся, да? Так, что у нас? Только вон пятерочки, мне кажется. На таких шестерок понеслась. Ну, давай мне Икса и разойдемся. А, ну, Некрологист. Ну, у меня их уже, по-моему, Некрологистов миллион. Да, вот мне даже портретов не дают. Просто семь золотых камер. Фух, ну что ж. А, ну, 129, значит, уже 139, будем считать. У меня есть. То есть, гарантированно-то одну Люси. В худшем случае я одну только Люси получу, но... Нам-то надо больше. Все еще не Люси. Помните, кого вы бы не крутили, контролируйте себя. Вам не нужны все персонажи на свете, только самые любимые, которые вам нужны. Люси, она слишком хороша, чтобы ее пропустить. Ну, и просто-таки бург-убийца, она мне нравится. Нет причин ее не вызывать. Но многих персонажей я пропускал, потому что 37-я мне тоже очень нравится, но я ее пропустил. Может быть, и жалею. Блин, дикий у меня тоже максимальный. Что такое? Люси. О! Шестизвездочная. Люси, давай ты придешь ко мне. Потому что 50 на 50 процентов это, конечно, страшно, но... Киборг-убийца же! Ну? Что это? Дух это не киборг-убийца. Это рыцарь. Я просто какой-то там рыцарь. Благодарен тебе, что ты пустил меня к себе. Если что, я буду тебе служить, кстати, до конца за то, что ты... Рыцарь... У меня его не было. И... Ну... Ну, как бы, да. Ну, хотя бы он пришел рано. Правильно. Сколько мы? 29, 39... Ну, как я... 30... 30 круточек, и он пришел. Хм... Ну, ладно. Детали Люси. Тут же шансы-то одни и те же, да? После 60 начинается шанс расти. На 70 гарантированно. Ну, ладно. На 70 гарантированно. То есть, сэкономили, скажем так, 30-очку. Ну и после этого ничего. Просто вот обычные персонажики, которые дают мне... Ну, 10 кассет. Эх, 40, значит, 50. Люси. Возвращайся. Нам нужна ты. Нам нужна ты. Мне-то нужна. Не, я понял. Икс не хочет приходить. Блин, Теннет у меня тоже, по-моему, максимальная. Пятизвездочный персонаж и максимальная. Нет бы давали кого-нибудь еще. Ну, да. Далее. Рыцаря. Все еще ничего. Как будто... Ну, три персонажа. Балун-пад с некролого... Вот и Икс прилетел. Ну, блин, балун-пати у меня тоже, по-моему, максимальная. Нет? Да, только Икс у меня. Один портретик и все. Остальные... Остальные альбомы дают. Которые буду тратить на не пойми что. 60. А, вот счетчик-то. 60 можно считать по... 70. 70. Видимо, придется идти до гаранта. Не хотелось мне так поступать, но... Не всегда мне везет. Разочек мне повезло с шестым, когда я десятку покрутил, и мне он выпал. Ну, такова уж цена. Еще я 70 крутил, чтобы... Выбивать красавицу Винксинг. Так, кто у нас здесь? Интеллект. Икс. Все в мире рождено из законов и порядка. Нет никаких случайностей. Есть только ожидаемый результат. Такой же, как наша встреча. Да-да-да, наша встреча была предполагаемой. Я бы даже сказал... А, все, его уже копии тоже пошли максимальные. 80. 90. То есть... Если считать, что я там 30 потратил, будет уже 60. Люси, я уже к гаранту подхожу. 60. Да. И это гарант оранжевый. Это Люси. Божка. Робот, который обрел разумность в паровой век из какого-то там поршня, потом потихоньку развивался, развивался, и вот уже работает не на пару, а на электричестве. Она такая, что вот водное колесо у тебя тут. Это указывает на какую-то отсталую технологию. Не переживай. У меня там куча разных режимов есть. Можно работать. Я сейчас начну осушать это озеро. Спокойно, Люси. Спокойно. Ну... Красота. И улу. Кстати, улу... У меня ее улу мало. Поэтому портретик дали. Ну что, у меня еще есть 49 зайцев. Так что... 40-то раз можно покрутить? Люси, может ты все-таки придешь? Не расстраивай наших пацанов. Зрителей моих. И меня. А то одна единственная Люси. Ну и даже... Если вторая там Люси получится за 200 портретиков... Это скромненько. Недаром она киборг-убийца. Она убивает мое... Мое собрание зайцев. Что-то ничего не катит. Ничего не катит, ничего не крутит. Так. Ну что, последние 10? Потому что 9 я как-то крутить не захочу. Мистическое колесо. Минерал. А, микрологист. Ну, некрологист, конечно, красивая такая. Я специализирую в том, что там слушаю, всякие там вещи делаю. Ну, забочусь, скажем так, о мертвых. Я могу и о тебе позаботиться, если надо. Если что, и может быть и в будущем. Ха! Спасибо, некрологист. Очень мило с твоей стороны. Ну что ж, 130 круточек. Одна единственная Люси. Я наслаждаюсь расстоянием между нами. Твои редкие посещения дают мне свободы, чтобы я наслажался моим временем. Особенно в этом закрытом чемодане. Так. Вот она. Рыцарь. Люсик. И говорит, что тебе не доволен? Твои посещения всегда внезапны. Я это ценю. Стучая в дверь, это просто... Мусор. Не обязательно это делать. Вот она, киборг. А вот она уже будет с личиком человеческим. Немножечко. Руки, ноги, кожа. Пластиковая. Люси. Прекрасно. Я бы хотел иметь Люси хотя бы левел 2 или там левел 3. Но видимо, видимо нет. Я максимум еще смогу одну, наверное, Люси. Ну или в лучшем случае две. Если мне вдруг внезапно повезет. А мне, наверное, не повезет. Ну ладно. На этом я заканчиваю свое вооружение. Желаю вам удачи. Надеюсь, у вас-то все будет супер-пупер и прекрасно. А на этом я прощаюсь с вами. Но оставайтесь на канале. Все ссылки в описании есть. На телеграм-канал. На дзен, если ютуб плохо работает. На ютуб, если хотите смотреть на ютубе. Так что все в ваших руках. Всем спасибо. Всем пока.